В данный момент почти 80% жителей Крыма исполнили свою обязанность. Это 4 человека из 5 являются добросовестными налогоплательщиками. Ну и пользуясь случаем, обращаюсь к остальным. Есть немного времени, 2 недели, чтобы в Новый год войти без долгов. Что касается основного доходного источника НДФЛа, рост 110%. Это соответствует уровню роста заработной платы, согласно данным статистики. К сожалению, мы видим, что далеко не все налогоплательщики выплачивают зарплату в белую. И забегая вперед скажу, что основной задачей, основной целью на следующий год налоговых органов Республики Крым в совместной работе с органами местного самоуправления и с правоохранительными органами, это будет выведение заработной платы из тени. Что касается нового режима налогообложения, налога на профессиональный доход, вы видите, что на сегодняшний момент почти 40 тысяч налогоплательщиков используют данный режим. Поступило от них около 140 миллионов рублей. Это очень отрадно, что жители Крыма откликнулись на наши призывы встать на налоговый учет. И по количественному составу данной категории налогоплательщиков Республика Крым входит в десятку в Российской Федерации. Переход налоговых органов от карательных проверок к аналитической работе говорит о том, что 93% поступлений, ни много ни мало, это без малого 3 миллиарда рублей дополнительных поступлений в бюджет, в том числе почти полтора миллиарда в бюджет Республики Крым. Это схема работы следующая. На основе анализа представленной налоговой отчетности налогоплательщикам и той информации, которую мы имеем из внешних источников, это средства интернет, это информация от ресурсосберегающих организаций, это оперативные проверки. Так вот они, результаты налицо. Это плюс 6 тысяч налогоплательщиков, 600 юридических лиц и 6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Что касается количества контрольно-кассовой техники, это плюс 12 тысяч единиц. То есть основная цель была, чтобы привести налогоплательщиков к единым конкурентным условиям. Если один человек применяет контрольно-кассовую технику, второй сосед рядом нет, то и соответственно у них разные конкурентные условия. Результаты вы видите на слайде. Общая сумма штрафов почти миллион рублей. В следующем году основная задача будет вывод заработной платы из тени, точечный анализ нерадивых налогоплательщиков и уже с органами местного самоуправления, с органами, с правоохранительными органами. Перевести их в чувства. Если ты работаешь, если ты трудишься, ты обязан платить налоги. Для родины, для детей, для взрослого населения. Но и пользуясь случаем. Всех с наступающим Новым Годом!